Здравствуйте, с вами Максим Блант и сегодня об экономических итогах 2023 года. Если ориентироваться на количественные показатели официальной статистики, впору говорить о российском экономическом чуде. Рост экономики в условиях беспрецедентно жестких ограничений со стороны развитых стран будет больше 3%. На этом сходятся практически все эксперты, вне зависимости от актуального места жительства и степени вовлеченности в работу российского правительства. Согласно официальной версии, источниками такого неожиданного для всех успеха послужили, во-первых, профессиональные действия чиновников экономического блока, прежде всего, конечно, Министерства финансов и Центрального банка, которые виртуозно манипулировали стимулами и ограничениями, а во-вторых, как бы парадоксально это ни прозвучало, международные санкции. Последние освободили рынок от значительной части импорта и дали возможность российским производителям заполнить своими товарами опустевший рынок. С легкой руки главы Банка России Эльвиры Набиулиной в обиход прочно вошло выражение «Структурная трансформация российской экономики», под которой подразумевается и импортозамещение, и снижение зависимости от импорта, и постепенный уход от сырьевой модели. Опережающий рост обрабатывающей промышленности, который оказался настолько бурным, что экономика перегрелась и теперь требует охлаждения, на первый взгляд, все это блестяще подтверждает. Однако в реальности все обстоит далеко не так радужно. При ближайшем рассмотрении выясняется, что рост и экономики в целом, и промышленного производства в частности, обеспечен кратным увеличением выпуска оружия, боеприпасов, обмундирования и всего остального, закупаемого Министерством обороны в рамках военного заказа. Второе по значимости направления дополнительных бюджетных расходов, выплата денежного содержания воюющей армии и социальных пособий раненым и семьям погибших. Уже в январе 2023 года Министерство финансов авансом профинансировало военное производство, потратив в полтора с лишним раза больше, чем в январе 2022 года, и исполнив бюджет с беспрецедентным дефицитом в триллион 760 миллиардов рублей. В феврале дефицит превысил 2,5 триллиона и приблизился к лимиту, который правительство определило для себя на весь год. Этот бюджетный импульс и предопределил дальнейшие события в российской экономике. Военно-промышленные комплексы, предприятия которым посчастливилось получить военные заказы, смогли предложить более высокие зарплаты и начали с удвоенной скоростью оттягивать на себя не только свободных работников с рынка труда, но и тех, кто до этого трудился в гражданских отраслях. Значительная часть дополнительных денег, выплаченных из федерального бюджета, довольно быстро попала на потребительский рынок. Рабочий из танкового или авиационного завода, получив зарплату, начинает ее тратить. Вот только продукт и его труда на потребительский рынок не попадает. Он бы и готов заплатить дороже, но наращивать выпуск потребительских товаров просто некому. Работников перекупили военные предприятия. Единственный способ быстро удовлетворить растущий платежеспособный спрос – это наращивать импорт потребительской продукции. А для того, чтобы оплачивать этот импорт, нужна валюта. К острому дефициту рабочей силы добавился дефицит валюты, который привел к ослаблению рубля. Уже в апреле курс доллара перевалил за 80 рублей, а после непродолжительной майской коррекции российская валюта начала обесцениваться еще более стремительно. В июле Банк России принялся повышать ставки, но это только закрепило наметившийся перекос в сторону военного производства. Те дополнительные деньги, которые создавали и продолжают создавать спрос на импорт и разгоняют инфляцию, зарплаты работников военного промышленного сектора, а также военные и социальные выплаты, от ставки зависят в минимальной степени. Те, кто выполняет оборонный заказ, работают по предоплате. А вот условия для развития гражданского производства резко ухудшились. Менее чем за полгода ключевая ставка Банка России выросла с 7,5% до 16% годовых. Соответственно, подорожали и кредиты, причем не только потребительские, но и корпоративные. О том, чтобы инвестировать в заемные средства с таким уровнем ставок или полноценно участвовать в зарплатной гонке, речи для производителей потребительских товаров уже не идет. Хуже того, в попытках отбросить курс доллара от политически значимого уровня 100 рублей за доллар, правительство пошло на ряд мер, больно бьющих уже по экспортерам. С 1 октября начали взимать прогрессивную экспортную пошлину, размер которой зависит от курса доллара. А в середине октября Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, которая относится к так и не обнародованному списку из 43 групп компаний-экспортеров. Все это позволило добиться сиюминутного эффекта и отбить курс доллара от трехзначной отметки. Однако, инфляционное давление не ослабло. Начиная с середины года, то тут, то там периодически начинает возникать дефицит, который сопровождается всплеском цен. То пропал бензин с дизельным топливом, и правительство, как заправская пожарная команда, больше месяца тушило топливный кризис. Потом вдруг подскочило в цене куриное мясо, потом яйца. Чиновники без устали латают возникающие прорехи и рапортуют о достигнутых результатах. Но частота, с которой возникают новые проблемы, удручающе растет. Кроме того, экстренные меры, которые принимает правительство, нередко бьют по производителям, особенно когда в ход идет запретный экспорт той или иной продукции. А это значит, что военно-промышленный комплекс получает дополнительные преимущества в конкурентной борьбе за ресурсы, прежде всего трудовые. Рост доли военного производства в российской экономике ускоряется. Все это можно называть и трансформацией. Но слово «деформация» суть происходящего отражает гораздо лучше. И на этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok